День Лайф Сейчас буквально минут 5-10 и мы закончим и поставим рекорд. Скажи, пожалуйста, из чего ты его готовишь? Какие продукты? Продукты у нас самые свежайшие, в принципе, как в нашей бургерной. Мы используем котлеты собственного производства из чистой говядины, затем сыр, луковые кольца, салат, бекон, помидоры и соус. Я правильно понимаю, что все это сделано на Ставрополе, кроме, наверное, пожалуй, сыра? Сыр, да, сыр не ставропольский. А булочки? Булочки ставропольские. Дима, ну как такая идея пришла? Я понимаю, что 2 метра это хорошо. Ой, держим, держим. Как идея пришла? Идея родилась в связи с тем, что у нас открыл бургер, ну я в городе не очень давно, буквально 3 месяца назад. Вот. И смотрел на своих клиентов, не клиентов, а конкурентов. И у одних из них увидел, что они говорят, у нас самый высокий бургер в России. Мне стала интересна эта тема. И я пролез на простолу интернета и увидел, что они сделали всего лишь метр. Я подумал, что это несерьезно. Потом посмотрел мировой рекорд. Метр шестьдесят. Я подумал, это тоже несерьезно. Ну а почему Михаилович не может сделать двухметровый бургер? Вот, пожалуйста. Так, попрошу оператора сейчас немножко дать общий план, чтобы мы поняли масштабы происходящего. Вот у меня рост примерно метр восемьдесят, я стою вот уже, бургер стал выше меня. А где вот, собственно, рекорд в предыдущий примерно находится? Российский где-то вот здесь, мировой где-то вот здесь. И сколько же это всё счастье весит-то? В районе пятнадцати килограмм. Мы можем даже с вами сейчас посмотреть. Сейчас метр восемьдесят высота. Собственно, до рекорда осталось примерно двенадцать сантиметров, да? Ну, это уже рекорд... Мы уже рекорд побили. Теперь мы устанавливаем сами рекорд. Следующие будут равняться по нам. А как этот рекорд будет зафиксирован? Зафиксирован будет в своём ТВ. Это понятно. А ещё как? Так что, уважаемые представители книги рекордов Гиннеса, вдруг вы на сейчас смотрите? Пожалуйста, приезжайте в Михайловск, берите у нас запись прямого эфира. И вот он, собственно, готовый итог того, что рекорд мировой всё-таки таки побит. Сколько тут примерно котлет, булочек считали? Ориентировочно пять килограмм мяса. Нет, в штуках. В штуках, ой, даже не скажу. Ну, наверное, в районе сорока штук. Сорока котлет и, наверное, тридцать булочек. А как мы это потом будем есть? А вот это я не подумал. То есть, в принципе, так вот, чисто посмотреть, да? Естественно, мы сейчас проведём конкурс по поеданию бургера. Этого? Этого. А затем уже угостим всех присутствующих. Итак, остались буквально посчитанные сантиметры. Этот стержень несколько, так скажем, покачивается. Всё будет в порядке. Тут завещая тишина царит в кафе. Но мы надеемся, что он не упадёт. Остались буквально, вот, не знаю, несколько пара булочек, пара котлет, немножечко бекона. Последние кольца лука и, наверное, финальная котлета. А чем мы его сверху-то украсим? Украсим финальной булочкой. Финальной булочкой. Ну что, ждём, 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 ждём. Уважаемые гости зрители, расскажите, как ваше впечатление от этого безумия, которое сейчас происходит? Хорошие. Ну смелее, кто смелый? Кто первый готов попробовать бургер? Ну, скажите. Я готов, что стесняюсь. Да. А что вы стесняетесь-то? Михаил Стретко, телевидение. Привет. Ну, собственно, давайте вернёмся к нашему бургеру. Остались буквально-буквально сантиметры. А какая высота стержня всё-таки? Два метра, да? Два метра, да. Сейчас мы идём в порядке. Мы специально пытаемся ничего не комментировать, чтобы не сглазить, и чтобы рекорд всё-таки удался. Держите. Всё нормально. Вверх. Вверх не убыл. Все замерли, все ждут. Пошла двойная котлета, последняя двойная котлета в этом самом высоком в мире бургере. Вот тут вышел ассистент, который держит наш стержень рекордсмен, чтобы всё у нас получилось. Немножко сыра. Последний сыр. Но не последний в этом заведении. Всё ровно положишь в бургере. Так и сделано. Всё по заявкам наших телезрителей. Последние три помидоринки. Последнее жареное яйцо. Последнее же, Дима, да? Сейчас посмотрим. Немножечко сочного бекона. На самом деле это жутко калорийно и, наверное, жутко вредно, да, Дима? Очень калорийно. Но насчёт вредности я ничего не скажу, потому что овощи всех, свеженьки, помидорочки. Ничего тут нет очень вредного. Ну вот, собственно, очередной последний сыр, потому что стержень почему-то не заканчивается. Дима, ты специально так это уплотняешь, да? Ну, конечно. Чтоб не сказали, что схаляю, там просто растяну. Нет, у нас должно быть всё. Я так понимаю, что если считать в котлетах, то это точно самый высокий бургер в мире, потому что его ещё можно уплотнять и уплотнять. Дима, когда уже финал? Уже в финише буквально три минуты. Собственно, три минуты началось примерно минут 20 назад, когда бургер был только у самого основания. Но я вижу, что прекрасному нет предела. Последняя котлета. Последний сырок. Да, места куча. Зрители просят, чтобы мы не останавливались, потому что, вот, я смотрю, что стержень ещё там виднеется, там самое окончание. Последнее яйцо с помидорчиком. Я чувствую остренький конец. А ты забыл, наверное, майонезик туда ещё плеснуть, да? Вот, и вот наша последняя верхушка. Я думаю, мы на этом закончим. Мажем её. На финальную булочку больше всего майонеза, финальный кусочек сыра. И прошу запечатлеть этот момент. Сейчас закроем верхний край и заделаем замер. Ну, попросим аплодисменты. Финальный штрих мы сделаем. Сейчас мы будем измерять, сколько тут получилось у нас бульгера. Подержи. Дима, сколько? Сейчас. Не держи, не держи там верху его. Брось. Падает, он держит. Нет, не падает, он держит. Так, высота. Один метр девяносто. Два метра. Два метра. Нет, у нас всё честно. Один метр девяносто семь сантиметров. Либо можем увеличить до двух. Мы, может, ещё рискнём или не будем больше? Рискнём, конечно. Давай. Всё. Пока стержень держится, пока он не сильно изогнулся в бок, можно ещё попробовать. Сняли финальную булочку, которая оказалась не финальной, и продолжаем. Мы очень все тут переживаем, что вот котлета, салат, булочка, как это, салат, булочка, наверное, уже всё-таки точно самые-самые последние, потому что... Вот. Ну, уже стержень точно не выдержит, если ещё... Так, сейчас будет новый рекорд. Дима, рассказывай. Так, всё, производим замер. И высота ровно два метра. Всем спасибо, кто болел. Ну вот на этом, собственно, и всё. Приезжайте в Михайловск. С вами был Алексей Форсиков. Это был Дени Лайф. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...